Перезагрузка. В Москве состоялась очередная конференция партии «Единая Россия». По итогам этого масштабного мероприятия был дан старт новым направлениям работы. «Афган. Война без линии фронта». В Воронеже при поддержке региональных парламентариев вышло обновленное издание книги о войнах-интернационалистах. Новости из жизни города, региона, страны в обзоре сайта воронеж.р.ру. Как оформить выплату по уходу за инвалидом, а также новые законы июля в рубрике «Ваш консультант». В начале июля в Москве состоялась очередная конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального Совета. В ней приняли участие около 450 человек. В рамках конференции прошли две пленарные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершилась конференция пленарным заседанием с участием председателя партии, главы правительства Дмитрия Медведева. По итогам этого масштабного мероприятия был дан старт новым направлением работы «Единой России». Мы рассмотрели вопросы об участии депутатов всех уровней, Государственной Думы, Советы, Федерации, региональных законодательных собраний по освещению и реализации национальных проектов. Потому что национальные проекты – это развитие экономики, прорыв и модернизация развития наших социально-экономических вопросов. Поэтому первый вопрос, который мы обсуждали 5 июля – это реализация национальных проектов. Второй вопрос – это решение съезда партии, которое состоялось в декабре 2018 года. Это обновление, открытость, лидерство в рамках обновления партии. Это и подготовка кадров, и участие во всех уровнях выборов. Ну и, конечно, главное – это реализация партийных проектов на территории Воронежской области. Взаимодействие с экспертными советами, с общественными организациями, с НКО – это один из таких основных моментов. И, конечно же, создание правозащитного центра на базе партии «Единая Россия». Поэтому мы на сегодняшний день сверили часы и будем решать те цели и задачи, которые поставил нам руководство. По итогам заседания высшего генерального совета партии «Единая Россия» будет принята резолюция. Туда будут собраны все предложения, которые прошли на дискуссионных площадках. А главная задача – сделать жизнь человека комфортней, благоприятней. И на сегодняшний день Воронежское региональное отделение партии «Единая Россия» работает системно. И те вопросы, которые стоят на повестке дня, мы их решаем. По итогам московской конференции уже в Воронеже Владимир Нетесов провел круглый стол с представителями фракции «Единая Россия» и Воронежского рехполитсовета партии, где были поставлены конкретные задачи в работе. Как одно из важных направлений отмечена работа с избирателями в интернет-пространстве. Социальные сети сегодня – это уже не дань моде, это неотъемлемая часть коммуникации и часть жизни огромного числа людей. Мы, как депутаты, должны идти в ногу со временем и использовать все современные системы коммуникационные. Это дает возможность, так как там большое количество пользователей находится, коммуницировать со своими жителями, в том числе и избирателями. Мы получаем обратную связь со своими избирателями. Это дает нам возможность оперативно получать информацию, оперативно на нее реагировать. Конечно, как депутаты мы сегодня практически все имеем свою страничку в социальных сетях. Там мы рассказываем, как мы работаем, как ведем свою деятельность, какие законы принимает и Государственная Дума, и Дума, как они будут внедряться. Безусловно, соцсети очень важны, и вся молодежь находится в этой всемирной паутине. У меня мой личный аккаунт в Твиттере. Я постоянно общаюсь и с молодежью, и со своими сверстниками. Около трех тысяч подписчиков, и я хочу сказать, это очень сильный инструмент информирования о том, что сделано, какие школы построены, сколько благоустроено территорий, какие проекты по нацпроекту «Наука», по цифровой экономике, что сделано конкретно, люди не знают. Соцсети, конечно, это тот инструмент, который позволяет информировать о конкретных вещах. В связи с вновь поставленными задачами, озвученными на московской конференции, работа Воронежского рекотделения партии будет усилена. 47 глав. 47 подлинных жизненных историй об афганской войне. Авторы – те, кто прошел ее в разные годы. Презентация обновленного издания книги «Афган. Война без линии фронта» прошла в Воронеже в парламентском центре. В 2016 году вышло первое издание книги «Афган. Война без линии фронта». Ну, как бы неожиданно и в то же время предсказуемо книжка получила хороший резонанс кругу афганцев. Причем многие, кто получили книгу, отправляли ее друзьям в другие регионы. То есть отклики из других регионов, звонили, спрашивали, как можно книгу достать. И сразу же послышались вопросы, а будет ли переиздание, поскольку люди тоже бы хотели принять участие в этой книжке, предоставить свои материалы. Ценные, прежде всего, личные воспоминания. У каждого была своя война, у каждого прошел какой-то свой путь, у каждого свои личные воспоминания, ощущения. Вот. И это важно, потому что война, она тоже требует, история войны, она тоже требует защиты. То есть требует того, чтобы защитить от переписывания, от переискажения. Переиздание книги специально планировали на 2019 год, когда отмечается двойная дата. 40 лет прошло с начала афганской войны и 30 с ее завершения. Однако новая книга могла и не выйти в свет. Авторы столкнулись с финансовыми сложностями. На просьбу афганцев откликнулись в парламентарии и перечислили собственные средства. Огромные слова благодарности, потому что выполнение интернационального долга в тех условиях – это подвиг. И на сегодняшний день мы должны хранить память. И я думаю, уверен, что эта книга послужит продолжанием тех достойных традиций, потому что здесь везде судьбы человеческие. Обновленное издание книги «Афган. Война без линии фронта» выпущено в тираже тысячи экземпляров. Большую их часть передадут во все школьные и муниципальные библиотеки региона. Добавлю, что один из авторов книги – редактор сайта воронеж.р.ру. Воин-афганец, пограничник Юрий Роменский. В режиме информационного агентства работает сайт реготделения партии «Единая Россия» воронеж.ер.ру. Здесь вы ежедневно найдете самые свежие новости из жизни города, региона, страны. Дмитрий Медведев дал старт новым направлениям работы «Единой России». Подробности – на сайте реготделения. «Единая Россия» добилась законодательного закрепления, бесплатного пользования парковкой для людей с ограниченными возможностями здоровья в любом регионе. Каменские единороссы организовали субботник в местном парке «Центральный». Мероприятие провели в преддверии Дня села. На уборку вышли более 30 человек, в числе которых депутаты, члены и сторонники партии, волонтеры, работники администрации и предприятий. Кроме того, здесь вы найдете консультации специалистов по самым животрепещущим вопросам граждан. График приема депутатов – архив нашей программы. Путешествуя по сети интернет, не проходите мимо. Рубрика «Ваш консультант» знакомит вас с законами, которые вступили в силу в июле этого года. Пособия на инвалидов вырастут почти в два раза. С 1 июля человек, который ухаживает за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, станет получать повышенные выплаты от государства. Пособие увеличено до 10 тысяч рублей в месяц. Напомним, что раньше оно составляло 5500 рублей. Как оформить такую выплату? Нужно написать заявление и подать его в пенсионный фонд. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда России через личный кабинет гражданина. Но надо иметь авторизированную учетную запись на портале госуслуг. Россиянам запретили летать в Грузию напрямую. 8 июля вступил в силу указ президента о запрете пассажирских авиаперевозок в Грузию. Связано это с беспорядками в соседней стране. Российским авиакомпаниям запрещено пускать рейсы в Грузию. Грузинским авиалиниям нельзя летать в Россию. А туроператорам рекомендовали пока воздержаться от продажи пакетных туров по этому направлению. МИД отвечает за обеспечение безопасности и организацию возвращения на родину тех россиян, которые находились в Грузии до введения запрета. Эту и другую информацию вы найдете на сайте Воронежского рекотделения Единой России воронеж.ер.ру в рубрике «Ваш консультант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова